Рыболовные приключения Сегодня в конце мая, дружной компанией, мы отправляемся на одну из волшебных рек, имя которой Южный пункт. Несколько часов пути пролетают как один момент. Все находятся в предвкушении предстоящей рыбалки. На подъезде к реке нас приветствует молодой лось. Этот выезд отличается от предыдущих тем, что проживать мы будем в эхо-деревне, а не как обычно в палатке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Первые часы ловли показали довольно-таки низкую активность хищника. Вода еще достаточно холодная. Лишь немногим из нас удалось уговорить несколько мелких окуней и судачков на джих. Решаем двигаться вниз по реке. Подолгу задерживаться на каком-то конкретном участке не имело смысла. Мы должны были найти активную рыбу. На секунду остановился на перекате. На первый взгляд обычное неприглядное место. Делаю заброс вниз по течению. Этот заброс был точно таким же, как и сотни других. И тут поклевка. Ловля в забродном костюме – это уже кайф. Ты ходишь по реке, прыгаешь по камням, пробираешься в самые деревья. Делаешь все, чтобы получить долгожданную поклевку. Изначально мы пытались поймать рыбу в мелких протоках, глубина которых не превышала одного метра. Но головля там не оказалась. Дизит поклевал мелкий окунь. Щука и окунь не были нашей основной целью. Все приехали туда за крупным головлем. Такое место мы нашли. Свисающее над водой дерево. Правильно подать приманку в таком случае – непростая задача. Переборчил с забросом – попрощался с приманкой. Не добросил – не поймал. В таких условиях маленькая колебалка с одинарным крючком имеет преимущество перед другими приманками, оснащенными тройниками. Следующая точка – шумный перекат. Не успела сделать пару забросов, как ощутил мощный удар. С этого перспективного места мы вынуждены были уйти. Уровень воды в реке резко начал подниматься. Камни, по которым мы пришли, скрылись под бурным потоком воды. Течение настолько усиливалось, что сбивало нас с ног. Продолжение следует... Нам пришлось уйти. Но каждый из нас понимал – как только вода упадет, мы обязательно вернемся. Вдававок ко всему, погода начала меняться. Солнце скрылось за облаками. Едва дождавшись падения уровня воды, мы поспешили вернуться на прежнее место. По дороге к секретному перекату мы останавливались и делали по нескольке забросов. В одном из таких мест Тарик поймал большого голавля. Голавль сходил в лесу с характерным ударом. Спиннинг в дугу. Нереально приятные ощущения. Наша идея вернуться оказалась не напрасной. Буквально на первой проводке рыба показала свою активность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова На прежней дистанции поклевок не было. Приманку нужно было положить в подветке на противоположном берегу. Дальность заброса играла одно из ключевых значений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я видел как Тарас достает красавца голавля на блесну. Но сам упрямо пытался поймать его на вобле. И это была моя ошибка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Я долго полоскал воду самыми разными приманками. Но поклевок не было. К тому моменту я уже поймал четвертого голавля. Но у ребят реально была тишина. И вдруг я услышал звук фрикциона. Удилище у Сереги сильно согнулось. Я ловил много голавлей. Но эта поклевка была особенной. Меня как будто прошибло током. Когда Серега поднял голавля, я сразу понял. Это трофей. Он был просто огромный. Я таких раньше даже не видел. Этот красавец стал очень приятной точкой в нашем рыболовном путешествии на Южный Бух. Рыба была крайне осторожной. В этот период голавль стоял на приемках и редко показывал свое присутствие на поверхности. Приманки на голавля нужны разные. Основные это воблеры, вертушки, колебалки. Не лишним будет и джих. На перекатах приманки с стройниками часто собирали траву. Колебалка с одинаройком превосходно проходила пучки водорослей. Голавль это оценил. Чтобы ловить голавля, нужно подстраиваться под условия ловли. Точный заброс – это самое важное. Очень часто от умения рыболова положить приманку в притирку в коряге зависит из ход всей рыбалки. Я считаю микроколебалки в этом случае наиболее предпочтительными. Мы ловили на спиннинге с верхним тестом 9,12 грамм. В качестве основного шнура использовали плетенку с разрывной нагрузкой 8-10 либров. Именно такие шнуры позволяют делать максимально дальний заброс и бороться с сильной рыбой на стремительном течении. Обязательно наличие флюкарбонового полотка. Ни в коем случае не металлический. Голавль этого не любит. Наличие вейдерсов является огромным преимуществом. С их помощью можно добраться к наиболее перспективным местам. Не стоит забывать и о мерах предосторожности. Бурные потоки воды на перекатах очень опасны. Об этом нужно всегда помнить. Голавль – это соперник, который дарит удовольствие в первую очередь своей мощной поклевкой. Эта рыба обитает далеко не во всех водоемах и растет медленно – 40 сантиметров за 5 лет. Мы придерживаемся принципа «поймал-отпусти» и призываем других рыбаков почаще отпускать голавля. Ни один пойманный нами голавль не пострадал и был отпущен в родную стихию. Южный Бух – это прекрасная река. Любой, кто хоть раз побывал здесь, не сможет остаться к неранодушным и обязательно сюда вернется. Нетронутая человеком природа, шум реки и пение птиц заставляют сердце биться чаще. Южный Бух – это любовь на всю жизнь. Мы сюда обязательно вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова